Налево пойдёшь, золото обретёшь, а направо пойдёшь, весь свой мёд просрёшь, но золото как бы тоже обретёшь. Что ты выберешь, Катя? Так, 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 ну вот, ну 16 бутылок мёда точно начинать нельзя, а вот с рыбкой можно попробовать, только блин, я всё выложила. Сейчас, сейчас, подожди, сейчас, подожди меня здесь, я приду сейчас, подожди. Только ты давай быстрее, а то сейчас всё здесь уже продадут, всё золото. Не-не-не-не-не, скажи, что я очередь заняла, это моё, сейчас, 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 я у Милки украду тут пару стаков рыбы и приду. А на очередь заняла, если что, сейчас, давайте подождём. Ой-ой-ой. Так, 22 трески есть, идём дальше смотреть по всем запасам, 6, есть, всё, у меня есть 64 трески, я плыву обратно. Ты где столько трески моментально нашла? Я же говорю, я всё выложила в эти самые сундучки, у меня же запасы были всегда с собой. Нифига себе, у неё стак сырой трески, ну тогда давай ты собираешь ещё мёд и потом сразу всё покупай, хорошо? Не-не-не-не-не-не, я сейчас сначала куплю 64 золота. А, ну хорошо, в принципе, можно и так, да, ну давай тогда я тебя здесь жду. Всё, я бегу уже, бегу-бегу. Скажи, чтоб никому не продавали. Никому, пожалуйста, не продавайте, Катя сейчас будет первым покупателем в вашем магазине, никому не продавайте. Вот я сам не в курсе, что это за магазин, первый раз я его вижу. Так, чё надо делать? Просто берёшь и просто выбрасываешь по одной треске вот сюда в воронку. По одной 64 штуки? Да, вот только тогда, когда засчитается 64 трески, тогда он тебя выкинет, наверное, 64 золота. Я не в курсе, но мне кажется, так и всё. Наверное? Ну не я же строил этот магазин, я в душе не чаю, как он работает, скорее всего. Ну хорошо, сейчас попробуем. Так, чё-то выкинул, чё-то выкинул. Землю. Подожди-ка. Ещё земля. Ты это слышал, Игорь, подожди, 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 подожди. А ну отойди, отойди, отойди. Да не так быстро, сейчас сломаешь всё. По одному, по одной рыбе. Сломаешь сейчас весь магазин. Земля оттуда сыпется. Так ты не прав, Игорю, тебе всё ломаешь. Просто бери и по одной треске выкидывай, по одной. Вот одну выкинула. Вот. Земля. Ну так 64 же надо выкинуть по одной. Хорошо. Земля. Земля. Снова земля. О-о-о-о, спаситель нашего магазина. Зайдите внутрь, зайдите внутрь. Вей. Чё, замани его внутрь. Вот сюда, заходите, заходите. Ага, вот так. Одного жителя просрали, зато другой появился. Вот, будь там. А что тебе надо? Чё ему надо от меня? Выкидывай треску, давай, выкидывай треску. Давай, быстро. Не бей, не бей жителя, он новый подойдёт. А он меня бьёт сам. Так, тихо, дай мне выкинуть рыбу. Чтобы получить золото. Уйди отсюда, нечисть. Не трогай меня, у меня трезубец есть. Игорь, ну выйдь отсюда какими судьбами? Ёшкины картошки. Да вы заколебали. Дайте Кате поторговаться нормально в магазине. Я из-за тебя не могу попасть в эту воронку рыбой. Уйди, мне 33 рыбы ещё осталось кинуть. Он меня сейчас взбесит, и я убью его нафиг. Не вздумай его убивать, это новый продавец. Кашу! Тихо! Ты жестокая пипука. Он не даёт мне золото получить для сральника. Сральника, хорошо. Тогда мы Катю не будем отвлекать. Пускай она получает своё золото для сральника. Когда там золото он тебе даст, потом позови меня, пожалуйста. Хорошо? Хорошо. Так, здесь... А мёд здесь пока что ещё не появился. А пчёлы ничего не напчелили здесь? Если у меня не будет после этого золота, я никогда в жизни не отдам этому магазину 16 бутылок мёда. Тоже верно, тоже верно. Ну слушай, ну вот ты убила одного жителя и выпустила другого жителя. Возможно, здесь всё сломалось, но скорее всего 64 трески и 64 золота. У меня 21 кусок земли в инвентаре. Зато ты себе можешь земляной сральник построить, в принципе. Зачем мне земляной сральник, если он тут везде, в принципе, есть? Ну, в принципе, да. С золотым он не сравнится. Ну ладно, продолжай тогда. Слушай, зато увлекательный процесс. Зато ты можешь выкидывать вот это в воронку и получать какую-то прибыль. Какую прибыль? Землю? Которая... Вот, пожалуйста. Зачем мне земля, если я могу вот так вот сделать? Нила, не порти территорию, не портила ландшафт. Иди продолжай. Не портит территорию? На, вы держите 32 куска земли, девочу хочешь. Ага, иди дальше выбрасывай. Да. Земля? Земля? Земля в иллюминаторе. Земля в иллюминаторе. Где моё золото? Я сейчас разнесу этот магазин к чёртовой бабушке. Не надо ничего разносить. Сейчас ты пока продолжай, я сейчас приду. Сейчас приду, подожди секунду. Всё, последнюю рыбу. Подожди, подожди, не выбрасывай сейчас. Подожди, секундочку, секундочку. Да всё. Да сейчас тогда всё заработает. Вот прям, вот подожди. Оно сейчас всё должно заработать. Там просто идёт процесс перезагрузки. Я слышал то, что в Майнкрафте там вот эти редстоп всякие схемы. Знаешь, они там слишком много времени занимают. И мамина мама, вот это всё. Мне кошку кормить нечем. Я всю рыбу отдала ей. Этому магазину. Ну, ничего я могу сделать. И что, там ничего нет в этой воронке? Ну и где? Слушай, ты там проверяй, не отвлекайся. Сейчас я вот попробую вот сюда. Я всё же нашёл небольшие запасы. У меня оказалось 16 бутылочек мёда. Сейчас подожди. Вот, если я выкину вот сюда, сразу 16. Так, выкинул. Ей, дрянно, кочерыжка-кач. Посмотри, я только что 16 бутылочек мёда выкинул. И тебе дали золото? Два стака большинства. Сто двадцать восемь золота мне дали. А у тебя откуда мёд взялся? Почему ты мне не дал? Это просто завалялся у меня там как бы... Вот, вот пчёлы сейчас проснутся, иди дальше собирай мёд. Отдай пока что золото, я тебе отложу его на сральник золотой. Отдай. Ага. Иди, собирай мёд. Соберёшь 16 бутылочек, придёшь сюда, он тебе так же золото выкинет. Почему я ему отдаваю 64 трески, а он мне ничего не дал, а тебе дал? Слушай, ну, наверное, просто он треску не так сильно любит, как мёд. Вот за мёд! Вот за мёд! А зачем продавать-то тогда такие позиции? Я не знаю, тогда можно здесь написать магазин. Сейчас я тогда здесь напишу то, что вот это... Ааа, у нас три треска не работа, работа. Треска не робот, не работа, вот. Только мёд работа. Треска не работа. Отстой какой-то, пойду мёд ждать тогда, мне нужно золото. Давай-давай, работай. Главное, вот я сейчас выйду, закончу записывать эту серию, а ты продолжай собирать мёд. Вот завтра встретимся, чтобы у тебя там примерно 2-3 стака мёда было, хорошо? Сколько-сколько? Давай-давай-давай. Не заставишь её работать, никто работать не будет. Я надеюсь, что всё же житель вернётся сюда, который заправляет этим магазином. А то его как-то надо наказать за то, что у него треска не работает. Вот это. А я его уже нашла, он у нас дома. Да? А чё он там забыл? Не знаю, иди сюда. Уважаемый, остановитесь, пожалуйста. Я хочу написать на вас жалобу, отзыв на флампе, оставлю про ваш магазин. Плохой, не работает. Книгу жалоб, пожалуйста, молодой чубзилет. Да-да-да, иначе я тебе прикончу. Она у меня агрессивная женщина, ты лучше ей сразу дай книгу жалоб. Вот именно, иди сюда, свою землю забери, адреску верни мне обратно. Какие нечестные продавцы нынче у нас пошли в народе. Пфу на вас! И вообще он в чужом доме находится, ну на тебе, какашка. Ну, Кать, ну так не надо, я понимаю то, что он всё же немножко обманщик, но давай его не убивать хотя бы. Уходи отсюда, иди в свой магазин. Засранец, ещё раз обманёшь кого-то из нас, получишь пропистон. Во-во-во, смотри, сразу побежал в сторону магазина. Вот так и надо. О, пчёлки, о, мёд. Вот Майнкрафт сегодня пошёл. Везде обманщики и обманщики. Так, мёдик тут уже почти готов. Скоро золото будет моим. Так, мне нужны бутылки. Они вроде были тут. О, а тут две бутылки мёда лежит. Вот это попадалось. Повезло, повезло. Сейчас насобираешь 16 бутылочек мёда. Два, три, четыре, пять, шесть, шесть. И последняя, и сколько у тебя бутылок мёда? Восемнадцать. Восемнадцать. Слушай, у меня в инвентаре ещё шесть есть. Если тебе пригодится, я могу тебе их дать. Ну, сейчас посмотрим, может быть, я смогу поторговаться и ещё больше золота купить. Ага, ну пошли, пошли. Уже много дней прошло. Ты много уже времени добывала этот мёд. Поэтому, мне кажется, сейчас всё должно получиться. Только главное, не выпусти жителя в очередной раз. Пожалуйста. Не выпусти жителя в очередной раз. Едрёный Екатерина, снафиг. Ну, ты можешь досмотреть под ноги свои. Я открывала дверь и заходила в магазин. Чё он отсюда сбегает? Это что, не его магазин? Это его магазин? Это не ваш магазин? Идите наверх. Обратно. Кать, это его магазин. Просто жители, вот это они тупенькие немножко. Ты должна заходить в другие двери. Понимаешь? Чтобы его не выпускать. Какие другие двери? Давай затаскивай. Короче, внутрь. Молодой человек, вы сейчас просерёте весь свой магазин, если не пойдёте опять туда внутрь. Пожалуйста, зайдите. Не дай бог ты мне золото не продашь. Во, Катя тебя зарезает. Зарезает! Да стой ты на месте, сатана! Наконец-то. Зайди, закрой за собой дверь. Дверь закрой. Всё. Всё. Время пришло. Давай. Так, всё. Давай, один. Ага. Мёд. Да, хорошо. Давай. Булыжник. Потому что надо кинуть все 16 бутылок мёда, и тогда он даст тебе 128 золота. Мне же дал? Дал. Давай. Ну всё, хорошо, поехали. Давай. Так. Сяк. 87. Да. А что тебе выпадает? Булыжники пока что только. Хорошо, хорошо, хорошо. Я думал сразу золото там выпадает. Ты же сказал сначала надо все 16 кинуть. А ну, наверное. Слушай, кто здесь продавец? Я или он? Вот у него и спрашивай, где Чубзилет. Вот у него и спрашивай. Всё, я кинула все бутылки. Всё, пусто. Так, у меня в итоге 16 булыжников. Вот. И чё это ты мне продал? Парь какую-то, а? Я с тобой разговариваю. Так, молодые люди. Ты бы на мою девушку бы свой нос... Отойди. Подожди, я хотела ему поугрожать. Подожди, подожди. Хотела ему поугрожать, потому что... Ты бы на мою девушку нос свой огромный не поднимал. Ты её сначала на треску кинул, а вот эта треска не работ. А сейчас её кинул на мёд не работ. Я, ребята, вам чё-то немножечко не доверяю. А ну-ка давайте посмотрим, что у нас... Отойди отсюда. Подожди, подожди. Ну, Кать, ну с кем не бывает? Ну, попался тебе... Подожди, 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 подожди. Попался тебе кидок. Ну всё, ну в следующий раз, когда там откроется какой-то другой магазин... Вот, Игорь, вот видишь, в этом магазине куча новых посетителей. Просто тебе чё-то не повезло, Кань. Отойдите? Ага. А чё ты засуетился-то? А чё засуетился? Кто, я или он? И вы оба. И вы оба, да я вообще не суетился. Игорь, зайди, зайди внутрь, Игорь. Туда, внутрь, зайди внутрь, зайди внутрь, зайди внутрь, зайди внутрь, зайди внутрь. Подожди. Палёный какой-то магазин, честное слово. Паль продаёт вот полнейшую, я тут вообще не причём. Я знаком, я с ним был, с этим продавцом Жорик, с детства прям в админ классно под одну вот это ходил. Так вот, тут сундук. И воронка. Иди сюда. А вот моя рыба. Вот бутылки мёда. Подожди, 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 подожди. Текай, текай, лучше текай, лучше, вот ты лучше текай, тебя я убью. Так, а о чём ты, Кать, говоришь? Спустись вниз, молодой человек. Что это такое? Вот вся моя рыба. Нет никакого золота, ни тут, ни там. 32 и 2 бутылки мёда, ты хорошо натрудилась, Кать, много набросала, много. Я это всё забираю? Нет, там половина моих была, Кать! В смысле твоих? Ну, в смысле, я же... Да ты с ума сошёл, подожди. Ты смотри, с лопатой на меня. Там моя, там вот эта половина мёда. Да-да-да-да, рыба тоже моя. Там чё, апокалипсис зомби какой-то начался, я не могу понять. А вы чё, ребят, вы откуда все тут взялись? Вот я чё-то не понимаю, где они... Ну-ка, я говорю, популярный магазин, очень популярный, очень много клиентов. Ребята, вас тут обманут, здесь ничего не продаётся. Тут продаётся только ложный обман от этого молодого человека, который сейчас горит! А я-то тут при чём? Я не должен гореть, и я не должен страдать! Подожди-ка, ты нафиг, подожди, 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 подожди! Магазин построил мой дружбан Жорик. С детства знаком, вот прям родная кровь, как душа. Какой Жорик? Вот этот, которого ты только что зашмонала. А я-то уйдишь ты отсюда, какашка! Да я тут ни при чём. А я-то думаю, чё мне люди в директ пишут в инстаграме? Не верь ему, не верь, я думаю, что это все тут ополчились на тебя? Ты ж хороший мальчик! Я хороший мальчик, а вот Жора с детства хулиганами-разбойником был. Может быть, хватит уже врать? У меня как бы ещё тиньки есть. А может, не надо? А может быть, надо? А может, не надо? А может быть, надо. А давай сделаем так, чтобы не надо. Кать, честное слово, я к этому магазину не причастен. Он меня даже в долю не брал. Кать, я честно. Жорик сказал, пришёл ко мне в гости, говорит, слушай, Едисон, а я могу здесь бизнес свой замутить? Я такой, Жорик, родная кровь, брат с детства, как бы знакомый. Делай. Он сделал. А в итоге, треска не работ, мёд не работ. Ладно, пошли. В первую очередь, хочу сказать спасибо некоторым подписчикам, которые до этого момента спалили меня Кате. Зачем вы пишите в Инстаграм, в Директ, то, что Катя, Катя, это Едисон построил этот магазин. Катя, Катя, я ничего не строил, а кто так писал, тот шпион проклятый. Это раз. Два. Я тебя в этой жизни убери, трезубец. Продолжай, продолжай. Я тебя в этой жизни хотя бы вот каким-то способом да смог заставить работать. И Жорик мне в этом помог, ты понимаешь? Ты ходишь, пчёлы, пчелят, мёд делают, а ты его даже не собираешь. А тут смотри, я вот с этим подставным магазином, ну в смысле рабочим магазином, просто тебе не повезло в нём. Вот с этим магазином заставил тебя собирать мёд на протяжении двух дней. И ты собрала там в сумме почти стак мёда. Два стака. Откуда у тебя два стака? Видишь, на мёда сейчас хватит с тобой, на всю оставшуюся жизнь. А пчёлы как трудились до этого момента, так и будут продолжать трудиться. Значит, не зря я тебя немножко обманул. Вот. Хорошо, ладно, всё, я всё поняла, пчёлы, пчелят, мёд собирается, но у меня тут напасть, напасть в виде фантомов, помоги мне, ёпрст-те. А чё ты пошла на тот остров, кто тебе сказал туда идти, Кать? Помоги мне, меня атакуют фантомы, мы с тобой не спали 40 лет. Короче, твой домик там, вот там и живи. Мой дом здесь, вот здесь я и буду жить с Жорой с этого момента. В смысле твой дом? Мой и Жорин. Жопин. Я сейчас как приплыву обратно. Давай ты не будешь плыть обратно, хорошо, Кать? А думай, а думай. Оп! Ах ты, ах ты, видишь, как я попал, видишь, как я попал, видишь, как я попал. Ага, и что ты сейчас делаешь? Ничего ты не сделаешь. Иди, мёд, продавай, работай, мать. Ладно, всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё- того, чтобы подписаться на канал, нажать на колокольчик, никогда не пропускать новые ролики, они меня палят перед тобой. И не разрешают тебя затроллить даже. Понимаешь? Правильно всё подписчики делают. Видишь, какие они у тебя хорошие? Они не позволяют обидеть меня. Они предупреждают меня. Какой ты тут тролль сотого уровня, блин. Зато как интересно. То у нас и колодцы желаний, то у нас и магазины с Жориком. Интересности на каждом шагу. Ну что ж, я полетела тогда. Разливать лаву до твой магазин. В смысле, не на мой, а на магазин Жорика, ты хотела сказать? Ну хорошо, на магазин Жорика пошёл лаву разливать. А в любом случае, неважно, чей это магазин, неважно, лаву нельзя разливать. Это запатентованное имущество. Если ты его напортачишь, тебя могут за это засудить. А меня-то за что? Собака-то такая! Жорик! Тащи огнетушитель! Ничего, ничего. Жорик ещё вернётся и придумает новые способы, как тебя можно затроллить. Да помяни моё слово, Екатафалк! Ой, всё, пока. Субтитры подогнал «Симон»!